Масштабные поисково-спасательные операции развернуты на месте обрушения подъезда 10-этажного дома в Магнитогорске. По уточненным данным, погибших четверо, спасенных пока тоже четверо, в том числе двое детей, пострадавшие в больнице. 50 человек могут оставаться под завалами, работы про сборы которых планируют завершить до вечера. О случившемся был немедленно проинформирован глава государства. Президент поручил оказать всю необходимую помощь. Имеющийся на этот час информацию и свидетельство очевидцев собрал Григорий Емельянов. Все произошло рано утром, в 6 по местному времени. Из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд. Челябинский городской портал 74.ру публикует видео, как утверждается, в момент взрыва зафиксировала камера наблюдения, установленная в складском помещении на первом этаже. Выскочили, окон нету, стекол нету и вот. Но горело только на втором этаже напротив. Да, а потом наверх. Потом наверх. Какие-то крики, помощи. Тихонечко, тихонечко, помогите. В общей сложности пострадало 48 квартир, где по данным региональных властей прописано 110 человек. Сколько из них находилось дома в момент взрыва, пока неизвестно. Несколько человек, в том числе ребенка, смогли достать из-под обломков буквально в первые минуты. Но о судьбе большинства жильцов подъезда информации нет. В этом подъезде прошивал брат, родной брат, Снедков Михаил. 34 года, молодой человек. Все-таки надеемся, что его найдут. Телефоны не отвечают. Мы просто ждем, ждем вестей. Спасательные работы осложняются сильными морозами. Чтобы спасти выживших, необходимо действовать очень быстро, но при этом очень осторожно. Из двух соседних подъездов, они, как стало известно, тоже могут обрушиться, эвакуировали 60 человек. Все они в безопасности. Пока их разместили в школах. Тем, кто остался без крыши над головой, готовят место в общежитии. Медики говорят, в больницах есть все, что может понадобиться пострадавшим. Но при необходимости их могут отправить в Москву. В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации. Штаб возглавил губернатор. По поручению президента в город отправились глава Минздрава Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Вместе с министром летит группа специалистов с инженерным комплексом «Струна», которая позволит уточнить состояние конструкции дома и соседних подъездов и в целом. Сейчас на месте обрушения работают почти 500 человек и более 60 единиц техники. Подключились и следователи, которым предстоит выяснить, в какой именно квартире взорвался газ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело главному следственному управлению СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата. Кроме того, городские власти обещают максимально быстро восстановить документы всем, кто утратил их в результате взрыва. А жители Магнитогорска в соцсетях объявили о сборе вещей и продуктов для пострадавших. Григорий Емельянов, Первый канал.